Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 2 марта, день Федора Тирона. Тирон, молодой воин, новобранец. Он был приведен в полк, где неверующие стали принуждать его, чтобы он принес жертву идолам. Он смело назвал себя христианином и отказался. Стойко перенес разного рода пытки, чем удивил мучителей. Сам вошел в костер и отдал душу духу святому. Этот день считали летоуказателем. По разного рода приметам определяли погоду на период с июня по август. Великомученику Феодору Тирону молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников. Также молятся ему о пропавшем человеке или вещи. И как утверждают, они вскоре находятся. Приметы. Если после крещения было потепление, то сегодня жди мороза. Туман в этот день май будет холодным. Увидишь падающую звезду вечером, предвещает тяжелые болезни и даже смерть. Нельзя оставлять сегодня на ночь рукоделие, не помолившись над ним. Его может испортить жена домового. Черные кучевые облака сегодня утром предвещают первые дожди. Если незамужняя девушка выйдет в этот день на улицу и ей первая встретится женщина, она выйдет замуж в этом году. Двадцать шестые лунные сутки. Второй день Икадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направят на свое созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть она обновит и очистит тело, а сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортить настроение. Что касается физической новороски, то она должна быть спокойная и приятная. Погуляйте с приятным для вас человеком, пообщайтесь о возвышенной теме.